Всем привет! А вы знаете, что такое компромисс? Компромисс – это когда ты и твой друг любите абсолютно разные игры. Но вы вместе договариваетесь с ним. Найти одну общую игру, которая вам нравится, и играть в нее. Договариваться – это очень хорошо с другом. Но бывают и плохие договоры. Это когда друг предлагает какие-то плохие игры. Они могут быть опасными. Или друг предлагает обмануть родителей. Или посмотреть плохие мультики, плохие видео. А ты, хоть ты и любишь Иисуса, но ты боишься обидеть своего друга. Боишься быть белой вороной или не таким, как все. И поэтому ты уступаешь другу и соглашаешься на его игры. И тогда границы между злом и добром стираются. Я знаю ребят, которые не шли ни на такие компромиссы с грехом. Они точно следовали Божьим правилам. И звали их Даниил, Сидрах, Месах и Авденага. На Израиль напал царь Вавилонский Навуходоносор и приказал взять в плен умных и красивых юношей для того, чтобы служить ему. Их обучали халдейскому языку и разным наукам. А еще приносили еду и питье с царского стола. Но Даниил не хотел оскверняться этой едой, так как она была нечистой. И попросил приносить ему овощи, фрукты и чистую воду. Но Амилсар, начальник над ними, сказал «Боюсь я господина моего царя. Он назначил, сколько вы должны пить и есть и непременно проверит, как исполняется его приказание. Если он заметит вдруг, что вы худее или бледнее своих товарищей, то подумает, что я вас обкрадываю. Тогда гнев его падет на мою голову». Даниил отвечал «Сделай над нами опыт. В течение десяти дней пусть дают нам в пищу одни только овощи, а для питья – родниковую воду. Потом сравни наши лица с лицами тех юношей, что питались царской пищей, и поступи, как увидишь». Амилсар послушался и испытывал юношей в течение десяти дней, как они просили. По истечении условленного срока оказалось, что Даниил и его друзья были красивее и полнее всех тех юношей, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар согласился на просьбу Даниила и отныне кормил их только тем, что они могли есть по иудейским законам. В награду за благочестие Господь стал благословлять этих юношей, а Даниила наделил способностью разгадывать видения и сны. По прошествии трех лет царь Навуходоносор велел привести к нему всех юношей, бывших под началом Амилсара, и говорил с ними. И не нашлось среди них ни одного подобного Даниилу. Царь сделал его своим слугой и часто беседовал с ним, так как Даниил был во много раз проницательнее всех его колдунов и провидцев. Даниил мог бы пойти на компромисс и кушать еду с царского стола, ведь он же был в плену, и от него многое не зависело. Но он любил Бога и не хотел идти ни на какие компромиссы со злом, а хотел поступать по воле Божьей. Бог дал нам самое хорошее, все светлое и доброе, и хочет, чтобы и мы делали добро. А дьявол наоборот, он хочет обмануть людей, хочет показать, что зло — это круто и интересно. Например, волшебство, колдовство и монстрики в мультиках, что они веселые и забавные. Но на самом деле это грех. И наоборот, хорошее высмеивает и говорит, что это не круто, а скучно. Но мы, как Даниил, должны ставить четкие границы между злом и добром, и не идти ни на какие компромиссы со злом. А теперь давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, спасибо за то, что Ты показал нам, что такое добро, а что такое зло, дал нам свои правила, которые написаны в Библии. Прости, если я когда-то делал плохие поступки и поддавался плохому влиянию. Помоги мне всегда ставить четкие границы между добром и злом и поступать только так, как Ты этого хочешь. Аминь.